Марсель Витла, Аккомпаньян. Мадам и месье. Нет, нет, не аплодируйте, умоляю вас, и пожалуйста, потом не кричите и не свистите, хотя вы будете недовольны тем, что я вам объявлю. Вообще-то это не моя проблема, являть, но сейчас я один. Директор, режиссер, мечется за кулисами. Я, конечно, сидел на своем месте, мне за это деньги платят, но действительно не понимаю, кто дал распоряжение поднять занавес. Мадам и месье, сегодня он петь не будет. Нет, нет, ничего не говорите, сейчас вы все узнаете. Это не очередная прихоть из балованного кумира. Он... Он умер. Да. Он умер. Минут 10 назад. А может 7 или 8. Вот почему они там все в панике. Сердечный призов. А вы же не знаете, как это случается. Репетиции. Гастроли за гастролями. Поезд, автобус, поезд, автобус. Остывшие ужины в вокзальных запусочных, которые подают полусонные дежурные, которые еще дневную посуду не перемыли. Постели, в которых никак не уляжешься и засыпаешь под утро. Репетиции с утра в истуженном зале, в пыли, когда вместо публики всего лишь уборщица с тряпками. Вот кто виноват. Я чуть не забыл. Виноваты и вы, мадам и месье. Страна. Перед выступлением, перед вами. Сжимается сердце сначала слегка, а чем больше лет, и чем больше славы, все сильнее, сильнее, сильнее. Пока он украл. Как? Как воздушный шарик. В один прекрасный ветер. Такой, как Эль. Вы... Вы ненасытное чудовище. С сотнями глаз и ушей, которые нужно кормить все новым и новым. Хотя иногда, наоборот, старыми успехами и пережитой славой. С какой наиболее с вами танцевать, а этого никто не знает. Отсюда и страх и крах, потому что страшно. Вы, мадам и месье, с таким... с таким аппетитом пожираете своих кумиров, что когда они становятся вам поперек горла и выходят из моды, вы глотаете их одним глотком. Да-да, это быстро. И все. Ваш интерес потихонечку угасает. И конец. Проклятая профессия! А я ведь тоже один из них, адам и месье. Один из бывших. Не припоминаете? Нет? Не извиняйтесь, это естественно. Вы уже уходите? Нет-нет-нет, подождите секундочку. Сейчас я вам расскажу такое, что вас развлечет. Ну, постарайтесь, запрягитесь, вспомните. Ну! Это было 10 лет назад, всего лишь 10 лет. Но у меня был номер еще с чеченкой. С легкими песенками, с имитацией. Люсиан Люк, тыец танцор! Ну! 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 Нет? Не вспомнили? Ну, конечно, я не был звездой, но все же 15 августа в идеале меня выпустили сразу перед Шарленом Тренет. И вот с этого момента уже 10 лет как я аккомпаниатор. Акомпаниатор. Нет, такой профессии не позавидуешь. Всегда разделять страх, но никогда не разделять. ни аплодисментов, ни гонораров. Вы считаете это справедливо? Вы уже уходите. Нет, нет, нет. Подождите. Минуту. Минуту постоять перед прожектором. Дайте мне. Минуту. Часа за два-три перед спектаклем я прихожу на сцену под предлогом проверить, как настроен инструмент. на фортепиано. И вот тогда, стоя на темной сцене, я закрываю глаза и говорю. Вернее, играю. Воображаю себе, что играю. На фортепиано. Нет, я... Я играю по-настоящему. Как актер. Я ухру аккомпаниатором. Это в Монреале за дверью во время отрака. Он-то умер кумиром. Шикарная смерть. Вообще, умереть молодым это вершина карьеры. Я жжу аккомпаниатор. Аккомпаниатор у кого-то другого, другого идола. Клавиши везде одни. Вы уже уходите. Нет, нет, нет. Подождите, слушайте, что я вам скажу. Это я его убил. Да. Я его убил. Минут минут десять назад. Может, семь или восемь. Я душил. Собственно, не ругаю. Как? Трёх, блядь, при домах больше захоронений, чем во всём его концерте. Но вам же это нравилось. Вы подняли его на пятистал, вам нравилась его посредственность. И вот тогда я его убил. Почему? Да потому что, мадам и месье, я больше не мог выносить его театрального жеста, которым он лицеверно на меня указывал, когда его вызывали на бись. Я больше не мог выдерживать того, что он ездил в спальном вагоне, а я в сиячь, того, что он живёт в роскошных отелях, а я в плохих. Его тупости, его безусториозности, его постоянного успеха. И вот, когда он только что мне сказал, постарайся быть в лучшей форме, чем вчера вечера, я его убил, потому что он вызывал у меня отвращение. Вот теперь вы всё знаете. Теперь можете расходиться. Уходите, уходите, всё, представлений не будет, всё закончилось, уходите. Вы не уходите? Почему? Вы уже всё знаете, представлений не будет, он не выйдет, всё, уходите, уходите, прошу вас, уходите. Ну или я не знаю, аплодируйте, свистите, кричите, делайте что-нибудь, не сидите так передо мной. Уходите! Эй, там! стойте, 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 вернитесь обратно, верни, сядьте на места, сядьте. Мне нужно вас ещё немножечко задержать, потому что он не умер. да, я вам клянусь, он как вы и я, и он сейчас к вам выйдет, он не умер. А всё, что я вам сегодня наговорил, это забудьте. Это были мои старые грёзы, об этом я всегда мечтал в тёмных залах. А сегодня, я сам не знаю почему, но слова как-то как-то сами слетели своими языками. хотя я знаю почему. Потому что он он опаздывал. Он перед выступлением подошёл ко мне и сказал «Пробуйте на сцену, что-нибудь сыграть, содержи их». Ну, вот. Да. Вы серпитесь со мной. Конечно, серпитесь. Тем хуже. Не прощайте меня. Дайте ему выступить. Хорошо? Дайте ему выступить. Давайте с вами договоримся. Вы сейчас обо всём вот об этом забываете и думаете только о том, что перед вами ваш любимец. Договорились? Да? Хорошо. Улыбайтесь. Аплодируйте. Он идёт. Вот он. Вот он. Завис. Редактор субтитров